Тема моего выступления это матки из Германии, второй раздел это новая книга, но я думаю все видели, я это все равно заново и третье это селекция Бакфаста, вообще перспективы в Украине. Начнем матки из Германии. Очень много вопросов, сколько же все-таки заезжает маток? Насколько популярны Бакфаст, Карника? Что? Сколько заезжает Бакфаст, Карники? Вообще я привел статистику, она у меня есть, я еще сделаю ее на карте Украины, то есть по областям. Какая область больше заказывает Карнику, какая Бакфаст, в процентах и это будет в течение нескольких лет изменяться. То есть это видно, я это вижу по статистике, то один год одна область, потом вторая. То есть есть тенденция изменения. В общем, я лично завез количество, это около 700 маток. Это и Карники, и Бакфаст. Хотел бы, ну такие я создал небольшие топы. Топ. Больше всего заказала топ по количеству маток в одну область. Какая область только будет? Киевская область, 109 маток в общем. Потом топ-1, сколько заказали по Бакфасту? Опять же вопрос. Киевская область. Киев, да. А теперь топ-1 по Карнике. Интересно, кстати, тоже. Вот это внизу. Днепропетровск. Днепропетровск. 37 маток, а, кстати, в Киев Бакфаста 73. Теперь топ-1 по количеству отправок. Я тоже, когда создавал топ, удивился. Кто скажет? Сколько больше всего посылок было в один... Адрисов. Да. Не, не Адрисов. Город. Город Харьков. Но потом я уже начал подводить итоги. Оказывается, с Луганской области все ездили в Харьков забирать. Ну, захватили. Да. У меня рекорд посылок в один день, который я отправил, это 88. Меньше всего маток заказал область Волынская. Две штуки. Это и Карнике, и Вакфус. Опять же, я потом создам полностью статистику. Вы можете найти в Черниговском область, сколько Карнин выказали, сколько Вакфус. Это будет более развёрнуто, более интересно. Я, честно сказать, хотел сюда сделать, но не успел. По определённым причинам. Потом часто задаваемые вопросы по маткам из Германии. Люди звонят, спрашивают. Ну, топ-вопрос — это, конечно, время доставки. То есть, раньше, конечно, были доставки 3-4 дня. Сейчас это сутки идёт. Такие из Германии. Потом топ-второй — это самое большее я трачу время своё именно на рассказы. Что лучше, Карника или Бакфуст? Потому что звонит, он мне говорит, представляется, меня зовут Евгений. Что для меня лучше, Карника или Бакфуст? Как я поступаю в этих случаях? А ты скажи перед дверь, перед дверь. Да и скажи лучше украинцев поступать. Не, ну как я поступаю? Понятное дело разговоры, что определённая у вас в каждого своя технология обченовождение, своя медоносная база. Но в течение разговора я понимаю, если человек больше к новичку склоняется, то я его вообще Бакфуста советую. Вообще бери Карнику, потому что… Ну вот так вот сложилась традиция, что… С Бакфустом проще. А? С Бакфустом проще. Новичку с Карникой проще, потому что лежак там, перестановки, она против дураков. Я тебе просто объясняю. Вот у меня сложилось по месту, как, ну, что в Карнике дальше положительных отзывов именно от новичков. Ага. Именно от новичков. Ну, может я не прав, пожалуйста. У кого-то есть другая статистика, пожалуйста, я выслушаю это. Я вместо Итальяна советую Бакфуста. Да? Ну, видишь, мы играем в тенден. В следующем году я буду советовать Итальяна. Я серьезно. Я не шучу. Окей. Смотри. Дальше. Какими будут качества матки от этой матки, которую я ему продам? Ну, опять же, это тоже топ-вопрос. И всем рассказываю. На качество матки влияет генетический материал. Человек как может выводить? И с кем он… Ну, не на качество, на качество семьи. С кем она спарилась? И деньги сколько он в семье заплатил? И подождите, я за год ему должен спрогнозировать, как через два года будет работать дочка. Ну, это нонсенс. Но все равно вопрос… Но ты должен. Ну, я должен. Да. Я должен знать. А потом… Это был очень интересный случай, да? Когда я в этом году завез Бакфаст, то его не было в Украине вообще. Это новая линия, которой Инкер дал ее только весной название. Завез в июне. Завез в июне, и мне звонит заказчик, спрашивает, какие есть линии. Ну, я знаю, что это как бы не сильно активный человек. Я ему говорю, там, такая-то, такая-то, такая-то. И он мне отвечает. Мне там Б-27, я ее знаю, в общем, все отлично. Хотя только весной ее назвали названием. А такая была уже где-то. А оказывается, что они ее уже все знают. То есть, и второй случай, когда я приехал ко мне с моего региона, пчеловод, узнал, что я занимаюсь матками. Просто мы первый раз увиделись, а он не знал, какими я матками занимаюсь. Мы заговорили о Бакфасте, и он мне такую фразу говорит. Ты мне о Бакфасте ничего не рассказывай, я все книжки о Бакфасте прочитал. Ну, что ему ответить? Это свежий случай, ну, жесть. Потом еще опыт все-таки доставки маток самолетом из США. Ну, это не мой опыт, но я интересовался по таможне, как легально их завести через самолет. И вот, в общем, там приехал на таможню, начал активно расспрашивать, какие нужны документы. Я им рассказал, как оно выглядит. Они начали мне все рассказывать, то ну пойти, то ну пойти, а потом спрашивают, а сколько тебе маток надо перевести? Он говорит 10. Говорит, вот уже в карманыню. Кстати, на форуме был вопрос насчет сканера на самолете, который видно ли в матках? Не видно. Так, насчет книжки, я думаю, все просто покажу, новая пушка и покупайте. Еще раз. Еще раз. Еще раз покажите. Хотя бы... Так, ты не впружка. А на столе, вывезли для вещей или для человека? Для вещей. Для металла вообще сказать. Для вещей. Для металла. Нет, ну, я имею в виду, для вещей, ручную кладь ты ловишь и все. Потому что вывезли в обычной сумочке небольшой, да? И матки там занимали одну четвертую площадь сумки. Я думаю, что если бы оно просветилось, оно бы привлекло внимание. То есть в этом плане. Все? Саныч? Да. Две минуты. Мы за оборудованием цены забыли. Я за суммой головы не забыл сказать. Что на помадках будут допускаться до публикации только оголошения, которые заведены на электронную журнал «Пасечник». Попахивает. Я забыл что-то рассказать. Можете? Да. Для чего это сделано? Для того, чтобы популяризировать платформу и намагаться сделать всеукраинскую систему селекции в джил. Да. В каких матках? Странно. Будете ли? Будете ли? Любые. Да. А если на оборудов пока еще нет. И крымтовой этой оборудов, ты сможешь, скажем, эту оборудовую публичную поставить. То есть идея какая? На следующий год этот вопрос надо снять. Оно поставить с предупреждением, чтобы работали, чтобы было время года у людей ввести. А вот сейчас, если заводов нету, так мы это… Потому что это все. Ну да, действительно будет. Нет, так вот есть время, чтобы до нового урока. Проблема с Аниждом. 99% сами вот там вот тут все не сделали. 99%? Я, кстати, про твои теми. Насчет бакбаста селекции. Саныч создал очень хороший журнал учета. Ну, мне кажется, вот я им немного попользовался, но не смог активно им пользоваться. Я скажу, что на следующий год марки из Германии, которые приходят, будет определенное количество, которые будут выдаваться самими немцами на тестирование в Украину. И они будут даваться людям, которые готовы, используя пасечный журнал этот, которые, используя его, тестировать маток в Украине, их. Они будут по хорошей цене, частично будет вообще бесплатно определенным людям. Но нужно именно активная статистика на этой базе. Потому что можно будет зайти на английском языке, посмотреть все. Это будут графики. Я раздал в этом году тоже от объединенных мотководов паспорта. Паспорта людям, да? То есть там сколько? Почти 500 штук. Просто раздал. Но я уверен, что даже 1% из 500 не будет заполнен по всем... Улевые карты. Улевые карты, да. Потому что, во-первых, это очень сложно. Ну как ни крути, потому что я сначала первую партию раздал, и потом неделю людям объяснял, как их использовать. И я думаю, блин, что я сделал? Зачем нет? Что я сделал? Мне нужно работу делать, а тут звонки как это сделать, как это, как это, как это. Ну, есть определенные минусы. Минусы. И я понял, что уже больше таких ошибок я не повторю. Лучше есть журнал, где будет все активно рассказано. То есть подробно. Будет факт. Это не тот факт, который вы имеете ввиду. Будет объяснять, ну, как все использовать. И главное, что немец может зайти, там он создает аккаунт. Его матки будут видны у кого. И будет видна его статистика. Он сам это увидит. За это он готов платить деньги. За мнимые тесты на бумажках. Ну, честно сказать... Ты можешь сейчас сказать конкретно, какого немца, по кого-то... Я сейчас ничего не могу сказать, потому что я не знаю количество. Там есть и по карнике вариант, и по парку. То есть это уже было предложение, люди согласны. Я был инициатором, типа, что такое, давай это делать. То есть я не говорю, что это сотни маток. Сначала мы начнем в десятках. Но важно именно чистые. Я не говорю им тест дочек их. Я говорю чистых маток. А чистых. Но там тоже будут условия, что нужно будет их вернуть. Если ты не ворачиваешь, ты платишь двойную цену. Короче, смысл в том, что некоторые люди, там с Европы, эти матководы, хотят заиметь тестеров себе и пользоваться украинскими тестерами. Да. И возможно даже тестеры есть тоже в Беларусь, Россия. То есть сделать общую базу. Если Александр сможет это технически, Казахстан. То есть это сделать более развитые по странам. Нет, ну я просто говорю, что если запустить такой проект, это будет очень интересно для всех. Как минимум. Потому что, ну, как минимум это мой стимул, чтобы больше людей пользовались этим, этим ресурсом. И мне будет видно. Потому что, опять же, улевые карты очень красиво, очень удобно, но долго. Это раз. Во-вторых, человек может заполнить все. А тут я могу видеть по времени, как он там заполнял и так далее. Понимаете? Ну, опять же. Это еще сыро. Будем обсуждать. Все, спасибо. Улевые карты долго управляются. А тут сразу придется. Так, я же об этом говорю, что он может зайти на свой аккаунт и увидеть всю статистику. За прошлый год. А тут надо журнальчику переписывать все и так далее. То есть я вот переписывал со своих записей, переписывал два часа. Просто маски по областям. Представляешь, если бы ему вернется 500 этих улевых кар. Ну, хорошо. Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok